Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Относительно недавно состоялся очень интересный диспут о границах церкви. Проходил он в Покровских воротах в Москве. Этот диспут можно увидеть в интернете, он выложен для того, чтобы ознакомиться. Но в очередной раз, и посмотрев, и ознакомившись, и заочно присутствовав на этом диспуте через просмотр, возникло огромное количество вопросов о том, что же такое церковь. Мы неоднократно в наших передачах, в наших темах поднимали тему границ церкви, что такое церковь, как она рождается, как человек из нее выпадает, может быть, и так далее. Но вот этот диспут показал, что актуальности своей вопрос о границах церкви не утратил. И может быть, сейчас мы живем в какое-то особое время, наверное, пандемия здесь все скорректировала, в том числе, и поставила остро какие-то вопросы, а кто все-таки будет членом церкви? Вот тот человек, который перестал, например, ходить, ну, например, сейчас из-за боязни заразиться и заболеть. Мы его продолжаем считать членом церкви или нет? Ну и так далее. Вопросов огромное количество. Мы решили собраться в нашей студии и обсудить эти вопросы с ректором Самарской духовной семинарии, с отцом Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка. Добрый день, Натя Сергеевна. Добрый день, дорогие телезрители. Ну, начать хочется с старого как мир анекдота. Может быть, его уже даже и здесь мы даже как-то цитировали. Анекдот про то, как апостол Петр для умирающего проводит экскурсию по раю. И, значит, идут они с этим умершим, где-то, значит, слышат «Аллилуйя! Аллилуйя!» Говорят, это у нас здесь протестанты. Где-то заходят, слышат какие-то католические песнопения. Я сейчас уж не вспомню, что именно он там слышал. Говорят, ну вот здесь у нас католики. Вот он проходит дальше, слышится громко «О, Че наш!» А это православно, только тихо. Они думают, что они здесь одни. Вот в связи с этим, конечно, встает ряд вопросов. И вот тот упомянутый мной диспут интересно предложил контекст для разбора вопроса о границах церкви. Контекст инклюзивности и эксклюзивности церкви. Ну, для наших телезрителей, может быть, не слишком сведущих философской терминологии, сложной терминологии, поясним, что инклюзия — это то, что описывает некое включение в себя. Вот. Изначально термин был социологическим. Вот. Как включаются в общество люди с ограниченными возможностями. Ну, там и так далее, и так далее. Плавно перетек этот термин и в риторику православной церкви. Потому что тоже встает вопрос о том, а как нам принимать? Кого мы принимаем? Кого мы можем назвать своим, а кого мы назвать своим не можем? Вообще мы можем в такой, в таких коннотациях вообще каких-то таких говорить, что кто-то свой, а кто-то не свой. Кто судья? Кто это решает? Кто это регламентирует? И возник другой термин в противовес инклюзивности. Это термин эксклюзивности. То есть это тема, это слово, термин, который подчеркивает вопрос некого избранничества. Это вопрос некой личной ответственности. Это вопрос того, что человек может войти только по определенным условиям. И эти условия создает и сама церковь, и евангелие, евангельский контекст. И сам человек должен создать эти условия, чтобы назваться христианином. Вот давайте начнем с этого самого широкого момента. Дальше я бы хотел, чтобы мы, может быть, меньше говорили об абстрактных каких-то вещах, теоретически, богословских, и перешли бы в плоскость практическую при разговоре о церкви. Вы-то сами как думаете, церковь это нечто эксклюзивное, или изначально создана она Христом, как то, что в себя должно вбирать всех и каждого? Ну, давайте начнем с того, что и то, и другое. Потому что представлять себе это вот очень так грубо, скажем так, дихотомически, поляризуя вот эти понятия инклюзивности и эксклюзивности, есть, ну, может быть, это не самый продуктивный дискурс, да? Потому что у каждой точки зрения там будут свои какие-то аргументы. Понятно, что, в первую очередь, в Евангелии мы слышим призыв, придите ко мне все, труждающиеся обремененные. И, конечно, вот такое прочитывание Евангелия, в первую очередь, создает ощущение, да, что Христос гораздо более открыт, и вот его конфликт с, скажем так, гораздо большими эксклюзивистами, его современниками, тем, ну, скажем так, ветхозаветно-церковным, вот, эстеблишментом, да, иудейским, вот, которое всегда... То есть, главная претензия Христу была, что он общается и включает в свой круг вообще не пойми кого. То есть, ну, мы помним, что, да, то есть, он идет и хотя бы даже просто общается. Там по-разному происходило, не все становились его учениками, но он просто общается с теми, с кем, значит, благочестивый фарисей бы просто вот даже здороваться и общаться не стал. И это, наверное, едва ли не главная грань конфликта, потому что мы видим, что наиболее неравнодушная часть, религиозно ищущая часть иудеев того времени, они за ним ходили, ходили достаточно искренне. То есть, те же фарисеи, они не только ходили за ним, чтобы его как-то уличить, да, то есть, там, скорее, садуке один раз его фигурировали, один раз пришли, и то со странностями какими-то. А вот фарисеи, да, это наиболее такая, так сказать, религиозно неравнодушная категория, так они к нему ходили, действительно, желая, может быть, некоторые очень искренне рассмотреть в нем Мессию. И, кстати, если какие-то из его учеников там, да, образовывались, то фарисеев там еще можно найти, бывших, да, условно говоря, то есть, таких ревнителей. И даже вот в одном из Евангелий, в Евангелии Теанна, это просто, как сказано, обступили его однажды фарисеи просто с главным вопросом жизненным. «Скажи нам, наконец, в конце концов, ты или Мессия, или нам еще кого ждать?» То есть, вот это, причем искренне интересовал этот вопрос. Но вот, с одной стороны, их к нему тянуло, тянули его слова, которые он говорил очень со властью, как, да, так сказать, особенно, то есть, никто из учителей так не учил, там есть такая фраза, что они прям ходили впечатляясь, но при этом, при всем, их отталкивало вот это, наверное, один из самых отталкивающих моментов, это вот его инклюзивность. То есть, когда он идет с самарянами общается, они там все в ужасе, когда он идет общается, когда он переходит за Иордан, идет в Десятиграде, там одни греки жили, греческие декаполисы, там, то есть, понятно, что когда он там в Гадаринске бесноватый и прочее, скорее всего, вообще не евреи ни разу, это вот местные какие-то язычники, со всеми общается, и видно, что и люди это чувствуют, и они сами его еще там, по-моему, в Евангелии Танны есть такой момент, когда уже сами эллины стали его искать, они приходили, спрашивали учеников, как бы нам с ним, да, то есть, как бы, это означает, что они чувствовали, что он открыт, что к нему можно идти. Вот. И, то есть, там не только национальные, национальные, религиозные и социальные всякие, и даже какие-то, с точки зрения закона и ритуальной чистоты, то есть, он допускает, ну, то есть, ну, не один нормальный, да, и с точки зрения левицкого закона чистоты, да, и с точки зрения самосохранения не станет трогать прокаженных. То есть, когда он рукой касается, если я прокажу, он тоже все там в ужасе, конечно, потому что все дистанции, как бы все границы, он, то есть, это можно назвать инклюзив. В каком смысле? Он никого действительно из тех, кто хочет к нему. Но, с другой стороны, понятно, что он и никого и не заставляет, потому что, если у кого-то прекрасный случай, когда он зовет человека за собой, а юноша не идет. Потенциальный апостол, который без пяти минут, он действительно готов, и Христос совершенно искренне говорит, что у тебя осталось сделать один шаг. Вот оставь все, и пойдем, эти сети оставили уже, да, вот это тоже оставили. И удивительная история, да, то есть, это мог бы быть еще один из апостолов, да, вполне нам это показано, эта ситуация, и при этом евангелисты специально не называют его их. То есть, те, кто пошли, те имена мы знаем. А этот вот, может, вызвали замечательно как-то, но... И при том, я думаю, мы сейчас задумаемся об этом. Это вот одна ситуация нам описана, как некий такой вот, наверное, пример, а, ну, вот мы же не можем себе представить, что он был один. То есть, Христос вызвал многих, да, ну, вот, так сказать, много ли людей, то есть, составляли его, собственно, круг учеников общину, их не очень много, да, мы можем представить, что гораздо больше людей вот хотели бы, но вот как это юноша, так что-то вот их остановило. То есть, с одной стороны, мы видим этот призыв, но с другой стороны, тоже вот, когда из этого делают, то есть, я и в контексте этого диспута, и, ну, можно от него вообще абстрагироваться, это общая тенденция. Вот та... Тенденция, я просто еще поясню для наших телезрителей, тенденция такова, что сторонник инклюзивности, напомню, что это православный священник, который был лишен Сана, и он перешел... Сейчас он в англиканский священник. Да, перешел в англиканскую церковь, и он, условно говоря, сейчас формирует некую новую концепцию экклесиологии, если у нас есть там евхаристическая экклесиология, догматическая экклесиология, то вот человек называет пэтчворк-церковь, пэтчворк-экклесиология, как, ну, для... Думаю, что пэтчворк более понятно, чем экклесиология для многих зрителей. Да, то есть, имеется в виду некое лоскутное одеяло, и вот эти все лоскуты, сшитые вместе, формируют собой прекрасное, красивое, функциональное одеяло, которым можно укрыться. И вот он говорит, что достаточно лишь назвать себя христианином. Все, точка. То есть сказать, вот то, о чем вы вскользь как бы так это упомянули, что все те, кто искал Христа, он их принимал без разбора, без разговора. Именно тот, кто звал его. Вот пришел человек, говорит, я Христов, я христианин, верую во Христа, и мы должны его, по факту, признать христианином. Это еще один лоскуток. А вот дальше, что с этим, непонятно. Вот я перебил просто по поводу эксклюзивности. Совершенно верно. Это вот есть такая модель, и этот, так сказать, рекомый, батюшка Лютер, значит, вот такой псевдоним, да, не единственный, то есть, ну, просто как-то так сложилось, что он как-то громко озвучивает, но это идея, как наиболее такая, ну, скорее, крайне либеральный взгляд, да, так вот, не он первый, не он это, только он может быть термином, я не знаю, ему ли принадлежит даже пэтчевая церковь или даже тоже не совсем его, но неважно. То есть это понятная тенденция, не вчера появившаяся, такого размытия все-таки границ. То есть есть крайность, причем и там есть крайность, и граница построить там, да, там, значит, а есть крайность, когда можно потерять вообще, ну, как бы вот совсем все, потому что мы с вами за и за кадром проговаривали, что диспут оставил гораздо больше вопросов, конечно, чем ответов, и там многие вещи не были проговорами, что хотелось бы спросить, в том числе и сторонников той пэтчевых церкви, потому что, да, как будем поступать с многими, кто себя, то есть там прозвучало так, что каждый, кто идентифицирует себя как христианин, нами должен приниматься без вопросов, уточняющих, как именно он верует, а там, на самом деле, сразу большая куча вопросов, потому что вот на словах спроси себя, то есть себя могут причислять, когда это удобно, когда это удобно в плане, да, мы знаем разные общины, которые, ну, по-хорошему, всеми остальными, даже другими протестантами, христианами не считаются. Всякие яговисты нередко себя причисляют, как там, к неопротестантскому, они ни разу не христиане, мормоны, вот эти общества, как бы Иисуса Христа, святых последних дней, их официальное название, но это ни разу не христиане. И даже, ну, чуть более, так сказать, сдвигаемся в спектр, чуть более, как бы, да, такой, ну, традиционный, ну, хотя что вот в неопротестантизме может быть традиционным, ну, вот условно говоря, не яговисты, не мормоны, а разные изводы неохаризматических, нео-всяких протестантских вещей, они, в общем-то, как бы уже, может быть, как и в большем смысле, да, ближе к тому, что можно назвать христианством, но выясняется там огромное количество среди современных, конечно, там, дробятся постоянно, и, ну, сейчас очень сложно следить, вот эту динаминацию выяснить, там, человек, не знаю, я христианин, евангельская церковь, которая называется, там, какая-нибудь ветвь, там, или какой-нибудь, там, корень Иисеев, там, или еще что-нибудь, там, озвученное библейское название. И при выяснении, все-таки, нам Господь все-таки дал какую-то возможность исследовать, и если вопрос все-таки задавать, а не уходить вот в такую, как бы, кокон этой инклюзии, то я ничего не буду спрашивать, да, то есть свой какой-то кокон, выясняется, что человек антитринитарий. Антитринитарий, неверующий в Троицу. По большому счету, да, то есть для него Христос кто угодно, но все-таки тоже не тот, кто для нас. И как бы, и как бы да, и они между собой как-то сообщаются, и они как-то эти вещи, как бы, может быть, не трогают и не, но вот эта какая-то крайняя инклюзия, она, ну, вот мне, вот это мне не близко, допустим, да, то есть это уж совсем разновывание абсолютно границ, то есть тогда становится, ну, потому что в таком смысле, в каком-то смысле в Христа кто только не верит, то есть и как только не верит, то есть, ну, мусульмане, по-своему, тоже верят, для них особенность Мария. То есть вопрос эксклюзивности все-таки, если мы будем соотноситься с Евангелием все-таки, да, в данном случае у нас остается только это, потому что для инклюзива, для инклюзивистов догматика ни разу не аргумент. Абсолютно. Там звучит, там звучит главный призыв звучит, давайте вообще отменим понятие ортодоксии. Ортодоксия, ну, я думаю, что я слово будет православие, и гетеродоксия, то есть это обратно, то есть инна, как бы, да, какой-то славе. Давайте не будем, вот эти мы, если мы эти понятия вообще изгоняем, там, производитель достаточно жесткий, вообще ни услов таких, в принципе, не упоминать. А каждый, кто заявился о христианине, вот давайте мы все будем в эти, мы очень разные лоскутки, но мы каким-то образом, то есть это, пэтч-вэк это очень красиво, но мне это больше напоминает Франкенштейна. Ну, там тоже, как бы, вот, да. Но насколько это жизнеспособно, я не уверен, потому что выясняется, вот мы даже сейчас доходим до того, что должны не просто говорить о том, что вот пришел, даже когда мы принимаем, да, приходит протестант, да, и мы там так говорим, что вот, ну, если протестант, мы, по крайней мере, считаем, что он точно правильно крещен, мы не перекрещиваем. Сейчас надо 10 тысяч раз переспросить, потому что, ну, некоторые вот эти модные, так сказать, динаминации, во-первых, не троекратное крещение, и не в Троицу, как мы крестим во время Отца и Сына и Святого Духа. Вот этих мы, в общем-то, не перекрещиваем, это надо выяснить. Человек приходит и говорит, я кричу в такой-то церкви Корень Иисеев, там, какой-нибудь, условно. Если есть среди наших телезрителей люди, принадлежащие к реальной церкви Корень Иисеев, я не знаю, есть такая или нет, просто название очень иззвучное, пророческое, очень из книги пророка Исаии, я думаю, что когда возникает новая динаминация, надо себе название иззвучное выбрать, они же многие все разобраны, то есть Ветвь Давида, там, да, еще какая-нибудь Благая Весть, еще что-нибудь, там, Дом Хлеба, там, еще какие-нибудь. Поэтому надо выяснить, потому что очень многие практикуют крещение единократного погружения во имя Иисуса Христа. Тоже очень. Мы даже не можем, ну, не перекрещивая этих людей принимать. То есть сейчас ситуация с границами, да, она достаточно... Ну вот со стороны, опять же, вот я просто, чтобы обострить, так сказать, диалог наш, буду выступать иногда провокатором, вот Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Мы сказали, что он стремился в течение всей своей земной жизни все настройки вот этих вот перегородок между людьми сломать, то есть беседовать с самарянами, касаться прокаженных, там, и так далее, и так далее. Не выстраиваем ли мы сейчас эти перегородки обратно? Понимаете, в чем дело? Нет, мы можем тоже, как бы, где-то лично что-то выстраивать, но я не думаю, что он имел в виду именно вот, безусловно, приходите все, он же в определенном смысле требовал от тех, кто приходит, изменения. Ну, то есть нельзя, придите просто все ко мне, будем все вместе друг друга любить, но вам не обязательно верить в меня, что я тот, кто я есть. А считать меня, то есть, ну, он же даже учеников, не сразу, конечно, открывая себя, он воспитывал их в правильном понимании. Если хотите, это элементарная раннехристианская догматика. Кто я? За кого вы меня принимаете? Потому что, ну, вряд ли там собрались те, кто думает о нем по-разному. Потому что вот внешне меня, одни меня считают Иоанном Крестителем, другие меня считают Ильей Пророком. Но вообще-то круг, который церковь, они как-то к нему по-другому относились. И все-таки они да, а другие внешне в каком-то смысле. И он иногда, он просто очень честен. Он вот это вот слащавое, вот это вот, давайте вот все наши спорные отменения будем друг другу просто любить. Он никогда, он, если надо сказать, что вот чья-то религиозная традиция неправильная, он иногда, мы недавно просто в одной из ивановских групп, это часто человека смущает. Ну, вроде как бы о Христе вот так он все любит, все. Почему так жестко с ханонейкой? Собаки. Ну, в смысле, не лично ей, а сравниваю такую в притчевом языком. Вообще-то, говорит, нехорошо отнимать хлеб у детей, отдавать псам. Он говорит, женщине-язычнице, которая, в общем, это такая шоковая терапия для нее, на самом деле, жестковата. То есть, у некоторых это не укладывается, а это, говорит, тот же Христос. И понятно, что это не было стремлением лично ее оскорбить, но это встряхнуло ее сильно. Потому что, идя к нему, вот она пришла к нему. То есть, тоже, что, придите ко мне все, она пришла. Он, в конце концов, ее дочь исцелил. Но не просто. Вот, если бы он просто исцелился, говорит, ой, какая радость, ты ко мне пришла, оставайся, иди там, значит, приноси свои кровавые жертвы в Валу, Астарте и прочее. Говорит, ну, я твою дочь исцелю. И она бы ушла, не изменившись. И вот зачем эта жесткость? То есть, она смиренно исповедует, что, в общем-то, ты уже смирен, что то, как она жила до того, это сравнимо с тем, да, и псы едят от крупиц хлеба, падающих от, да, и так далее, от столов. С ней происходит какое-то изменение. То есть, и самарянке, он при всей этой любви, он не говорит, что, ой, неважно, ой, значит, вот все мы, значит, все правы. Не все правы. Даже при том, что, говорит, да, наступает новое время, где неважно, молиться в Иерусалиме или на горе Горизим, но он же не говорит, что так было всегда. И иудеи все равно правее в том смысле были. И он это подтвердит. Свою-то идентичность он четко подчеркивает. Конечно. Конечно. Причем, конечно, да, его любовь говорит. Сейчас уже поздно об этом спорить. Наступает время, когда, но это уже новый завет, Да не вам, можно молиться где угодно. Но молиться где угодно, это не про инклюзивность? Это про смену отношения к Ветхому Завете. Один бог, один храм. И очень жестко, то есть одна из главных причин, по которой это все произошло, между самарянами и иудеями, попытка организовать свой альтернативный культ. Понятно, что наступает время, когда истинные поклонники будут поклониться Богу в духе истины, то есть тоже не все подряд, а истинные поклонники. И это уже не важно. Но при этом это не такое излишне слащавое успокоение, что и раньше все были правы. Все-таки нет. Он очень мягко, он не так жестко, как и на некий, но он тоже говорит, что истина от иудеев. А вы, конечно, заблуждались. То есть если человек заблуждается, ну вообще-то мы вслух говорим, что он заблуждается. Что Христос никогда не говорил, что все всегда были правы, сейчас все будем друг друга любить, все перегородки просто сотрем. Это очень внешне какое-то такое, ну упрощенное, что ли. То есть какая-то упрощенная инклюзия. То есть вот до конца, да, вот то, что не дает смириться, если мы серьезно относимся к тексту Писания, да, то есть Христос честен и то, что он говорит, да, вот тем же про хананеев, про самаряд, хотя он к ним идет, сам факт того, что он с ними общается, но общается, опять-таки, не для того, чтобы они продолжали отсоединяться там, да, и быть хананеями, да, переносить языческие жертвы или быть самарядами. То есть понятно, что для того, чтобы, скажем так, ну вот привлечь и как бы вот к себе, да, и установить эти отношения с ним, то есть, по крайней мере, не должно быть вот этой, как минимум вот этой стены, что даже не подходите ко мне. Нет, они подходят, да, но они не остаются такими, какие были все-таки. То есть, ну мне кажется, это вот у Христа, очевидно, достаточно честное. Я вот еще две цитаты хотел, слов Христа. Первое, значит, к вопросу о том, за что будет судить Господь в конце времен. Да, Евангелие от Матфея. Скоро у нас, кстати говоря, будет подготовительная неделя о страшном суде. Мы будем читать этот евангельский фрагмент. И там удивительным образом не перечисляется вот как раз некая религиозная идентичность, ну, по крайней мере, в Евангелии не перечисляется, да, то есть ничего не говорится про то, тако веруй, тако, вот. Но говорится, был голодным, но не напитали меня, был, там, в темнице не посетили меня, был больным, не, там, тоже не посетили меня, ну и так далее. Вот удивительно, все-таки нам на что нужно ориентироваться. И вторая цитата, вторая цитата, это Евангелие от Марка, концовка его уже, кто верует и крестится, тот спасен будет, а кто не верует и не крестится, осужден будет. Там, кстати, не сказано, не верует и не крестится, кто не верует. Не верует, да. Вот приходит человек, он говорит, я верую. Здесь как будто бы нету ничего, там, сопутствующего. Там еще и третья цитата, не всякий говорящий. Не господи, господи, войдет в мое царство. Поэтому, то есть, и вот как раз эти цитаты, они не позволяют скатиться в какую-то одну, то есть, да, то есть, вы правильно сказали, что если оставить только то, что мы читаем перед Великим постом, да, это вот про то, что судить будут исключительно по принципу, там, вы, да, значит, больного не помогли больному, не накормили, там, значит, голодного, не одели ноговый и так далее. Вот, то есть, а при этом он же, Христос, говорит с вами еще, идите, значит, проповедуйте, да, Евангелие всей твари и каждый, кто. Я бы применял на самом деле, то есть, это один из таких экзогетических, скажем, ходов, все-таки вот это весть его, да, нам, вот этот месседж, можно говорить, о вот этой ответственности по отношению к ближнему, я бы его воспринимал уже как сказанное, ну, скорее уже общине, скорее уже вот, потому что здесь, можно просто оставить за кадром тех, кто вообще не уверовал и кому вообще Христос неинтересен. Это еще, это еще больше поднимает планку ответственности. Вот из тех, кто уже пришел к нему и сказал, Господи, как бы я твой, этого мало. То есть, они воскресая, тут говорит, оказывается, что, он же, да, говорит, вы мне этого не сделали, да, то есть, речь идет о тем, кто, о тех, кто уже думал, что с ним-то мы в отношениях, а оказалось, что я то, что я ближним не сделал, оказалось, у них же в мыслях нет, как же я мог тебе это не сделать, они же в ужасе, то есть, там же ужас, мы-то, то есть, это как бы говорит о том, что те, кто вот из права и слева, в принципе, они для себя как бы определились по отношению к нему. Это вот как раз, я читаю это, как сказано нам, христианам, мало быть христианином, мало говорить, собственно, Господи, я тебя люблю, для тебя все делаю, а выясняю, что ты, если ближнему не делаешь, ты ему не делаешь. То есть, это страшная вещь, которую мы читаем внутри церкви и перед началом поста постоянно читаем, тут маленькая часть Нагорной проповеди, да, то есть, как бы, которую мы, как бы, всегда, ну, пытаемся донести, в том числе, читая, да, там, вот, своим прихожанам, да, так сказать, в общине, как некую меру ответственности, что не просто достаточно ходить, там, свечки втыкать, или даже в танцах участвовать, как бы вот, ну, какую-то внешнюю религиозную такую канулу событий исполнять, что вот не это, то есть, не спросят действительно, как строго-то постился, не спросят действительно, как, но это не говорит о том, что, там, в центре этого всего стоит Христос, и, в общем-то, в, как бы, контекст вот этой всей притчи, да, от этого Старшем Суде, он, ну, вот, для меня он говорит то, что этот ужас того, что люди, которые как бы считали себя все Христовыми, выясняется, что из них не все справа будут, вот это страшно, что даже из тех, кто мы, церковь, это какая-то наша внутренняя, так сказать, эксклюзия, потому что окажется, что границы-то будут, ну, мы выясним, что вот, они как-то будут вот так, да, то есть мы даже, если мы вокруг выстроим какую-то ограду, это тоже интересно, мы вокруг, мы отгородились от всяких, там, злобных еретиков, там, да, и прочих, и вот мы все приходим и думаем, ну, мы-то все как бы справа, и выясняется, что ничего подобного, выясняется, что даже если мы все пришли, скажем, вот мы все твои собрались, он говорит, ну, вот одни сюда, другие туда. Но мы почему должны быть разделены? Почему тут между нами какая-то тоже... Между нами, ну, не стена, между нами он. Потому что одни справа от него, другие почему. А потому что и дальше начинается вот эта притча. А вот это очень интересно. Вот очень интересно, мне кажется, мы к концу сегодняшней нашей беседы подошли к тому, что есть христологическая экклесиология, если говорить, да, о Христе как граница. Он является той самой границей, который, ну, разводит и получается граница проходит по ну, я сейчас очень сыро, понятно, буду это формулировать, но граница проходит по сердцу человеческому, в котором произошла встреча с Богом. Или не произошла. Ну, тут вот опять же мы начинаем... Формально, формально, еще формально оба человека могут быть в церкви, но, увы, то есть это то, что ну, наверное, это как раз такая эскатологическая перспектива церкви, то что, мне кажется, говорить о том, что мы здесь точно сейчас можем установить, кто где, но это очень самонадеянно. То есть, не я не возьмусь, то есть, у меня есть какие-то представления, да, в том числе какие-то догматические, что как-то все-таки я бы, ну, как бы не посчитал себя все-таки одной церковью с человеком, который, там, да, для кого Христос просто какой-то там эон, так сказать, некто непонятное, хотя он называется христианином, то есть, да, или мне очень сложно себя считать одной церковью с мормонами, честно. Не то, чтобы я сильно пытался, но мне было в любом случае сложно даже понять очень многие вещи, как бы, может быть, это я расписываю свои беспомощи, потому что действительно сложные некоторые вещи, да. Но при этом сказать, что я про какого-то конкретного человека, там, доброго, благочестного католика, я могу сказать, ты точно там сгоришь в аду, ну, кто я такой, собственно, говорят. То есть, поэтому и какие-то вещи мы действительно узнаем, и вот понятно, что, конечно, какие-то красивые фразы, то, с чего начинался диспорт, когда батюшка Лютер, да, вот это вот произносит слова Владыки Антония, цитирует, да, что, когда вы попадете в Царство Божие, вас удивят три вещи. А если вы попадете, вот если, да, вот случилось, мы попали. Первое, что вас удивит, что вы туда попали. Второе, что вы там не встретили многих людей, которых ожидали. И третье, что встретили многих, кого не ожидали. То есть, вот, в принципе, да, я, мне в свое время кто-то из моих учителей сказал, да, так сказать, я все-таки тоже, как бы, да, спрашивал, ходил, он говорит, вот что-то спрашивал, какие-то подробности, а вот точно, как там будет. Мне сказал один ученик, вот, ну, ну, что ты хочешь, ну, кто тебе точно скажет, как. Одно-одно я тебе могу сказать точно. Ты очень сильно удивишься. И вот на этой фразе, отец Максим, спасибо огромное, мы поставим многоточие. Сегодня мы, ну, так, в большей степени сделали крен в сторону инклюзии и попытались ее минусы, минусы этой колесиологии рассмотреть, но не меньше минусов и в эксклюзиавизме, вот. И об этом мы поговорим в следующей нашей передаче. На сегодня с вами прощаемся. И с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Присоединяйтесь в следующий понедельник. Мы продолжим этот диалог. Насколько нам это позволит умственные способности и время, мы все-таки попытаемся очертить границы церкви, ну, по крайней мере, сделаем это максимально трезво, непредвзято. Храни Господь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова